Добрый день! С вами Ирина Витальевна Стефановская, я фитотерапевт. В прошлой нашей программе мы затронули детскую тему, и многие родители стали жаловаться на то, что дети очень плохо засыпают. С чем это может быть связано? Так вот, мне хочется остановиться на том, с чем это связано, и как это можно в домашних условиях самим помочь себе. Спокойные дети, спокойные их родители. И мы говорили о чесноке. Вот есть еще один такой простой метод, который реально все-таки помогает. Это что? Это нужно купить. Или у всех, наверное, в детских семьях есть такие шоколадные яйца, которые в капсуле. Вот это шоколадное яичко надо убрать, а поставить сюда очищенный зубчик чеснока. закрыть эту капсулу, повесить на такой шнурочек или шелковую ленту, такую не на тоненькую веревочку, чтобы ребенок там себе что-то... А именно на широкую такую ленточку. Вот. И этот ребеночек может ходить вот с этой капсулкой в течение дня. Если он все-таки плохо засыпает, можно эту капсулу снять, повесить на кроватку, вот где он спит, чтобы шел запах. Ее можно приоткрыть уже, чтобы шел запах самого чеснока. Он уже привык, ребенок, к этому чесноку. На самом деле чеснок обладает очень сильным обеззараживающим действием. И даже если где-то далеко стоит это блюдечко или эта капсула с чесноком, все равно действует обеззараживающе. Их очень не любят вот эти запахи чеснока, острицы на самом деле, и еще некоторые виды паразитов. Вот. Поэтому рекомендую всем, значит, родителям вот эти меры принимать. Они вам не помешают. И далее. Можно делать детям ножные ванночки. Если они очень возбудимы, они не могут успокоиться. Но, во-первых, нельзя показывать ужастики. Нельзя давать им смартфоны, потому что дети смотрят, страшилки, еще что-то. Это тоже очень плохо воздействует. Вот. Поэтому это мы убираем все. И делаем ножные ванночки с каплями валерьяны. Для этого берется тазик. Лучше, чтобы вся семья села в этот тазик. Ну, каждый в свой тазик с ребенком поговорили спокойно, рассказали ему сказочку. Вот. Как только родители начинают чувствовать запах валерьянки через ноги, все, можно прилечь с ребенком. Ребенок уже успокоится. Ножки на сухо вытерли и положили его спать. И вот если вы проведете такой курс, то на самом деле это вам поможет. Когда я не рекомендую, допустим, вот этим заниматься в полнолунии и новолунии. То есть, вот знаете все, вот бывает круглая луна такая полная, да? То есть, и бывает луны нет, на небе мы ее не видим. Вот эти периоды, они наиболее сильно влияют на наш организм, на детский организм. Поэтому лучше все эти мероприятия проводить накануне. То есть, не в сами вот эти критические дни, а именно накануне. И тогда все будет хорошо. И далее, если ребенок все-таки ночью встает и ходит по комнате, хотя говорят, лунатиков не бывает, это все бред, это никакой не бред, ходят дети. Если ребенок вдруг проснулся и начинает ходить, значит, у кроватки ребенка нужно положить или массажный коврик, чтобы, ну, прохладный такой, или положить сверху полотенце. Пропитанное водой чистой. Вот. Он встал на мокрый и сразу проснулся. Проснулся, все, и лег спать. Но на самом деле, вот эти дети, лунатики, как их иногда называют, да, они страдают не только энтеробиозом, но и эскоридозом. Поэтому здесь профилактика обязательная нужна. Нужно обследовать ребенка и нужно его лечить. Опять-таки, убирая тему, там, медицинскую, мы берем народную медицину, и что нам может еще помочь в таких случаях. Значит, кроме того, что я уже рассказала, обязательно запомните на всю свою жизнь, что очень хорошо и для взрослых, и для детей, на их здоровье, для очищения печени от глистов, помогают черные сухарики, то есть сухарики из черного ржаного хлеба с солью и чесноком. Делать их очень просто. Я вам уже рассказывала. Вы можете посмотреть в разделе энтеробиоз на умной ходе. Была у нас целая большая тоже программа, как правильно это делать. На самом деле, это помогает не только детям, но и их родителям, и бабушкам. Это очень помогает полным людям, которым никак не похудеть, у которых идет ожирение, не поймя от чего. И поэтому в следующей нашей передаче я вам расскажу два интересных случая, которые реально были спровоцированы у детей наличием глистов. А на сегодня, наверное, мы закончим отвечать на данный вопрос. В следующих передачах у нас следующие вопросы. А с вами была Ирина Витальевна Стефановская. Мы на канале Умноход. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok